Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Санкар, и сегодня мы посмотрим несколько разных палисадов разного года выпуска, различные сборки. Начнем мы, пожалуй, вот с этого красавчика, он в прекрасном темно-зеленом цвете, как вы можете видеть. Это Hyundai Palisade Calligraphy 2023 года, 3.8, бензин. Эта машина почти новая, у нее пробег чуть больше 5000 км, и по стоимости, ну если в долларах, то он стоит примерно 39 тысяч долларов, без учета доставки. Давайте посмотрим, что там внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какие чудесные выдвигающиеся порожки с подсветкой. А внутри у нас роскошный белый салон. Белая кожа, которая выглядит очень премиально, на мой взгляд. Давайте заведем машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я говорила, пробег 5467 тысяч километров. Вот такой вот мультируль. Конечно же, огромная панель экрана. Электронный дисплей. Все модно, современно. Подсветка. Тут все по классике. Климат-контроль. Хочу заметить вот эту кнопочную коробку передач. То есть, непривычный нам рычаг, а вот эти вот кнопки. Режимы вождения. Тут у нас 4 режима вождения и плюс режимы покрытия дороги. Такие, как, например, снег, грязь, песок. Подогрев обуду в сидении. Обоих причем. Вот такой вот бардачок. Открывается с помощью кнопочки, кстати, механической. Что у нас тут? Подстаканники. Хочу обратить внимание на подстаканники. Они у нас механические, достаточно интересные. То есть, если мы их сложим, у нас тут будет достаточно много места в бардачке. Но при этом, если нужно поставить стаканчики. Вот так вот. Дальше. Еще одно огромное пространство здесь. 7 мест. В том же прекрасном белом цвете. И два люка. Вот он первый. Давайте откроем, посмотрим. Так. Люк первый. Люк второй. Вот такое вот интересное нововведение. Это камера заднего вида, которая электронная. Хотелось бы отметить, что у этой машины достаточно интересное оформление. То есть, помимо того, что мы видим повсюду эту белую кожу, так тут еще есть вставки, сделанные под дерево. Не забываем про аудиосистему. Не забываем про аудиосистему Prell. Ну что я могу сказать. Это идеальная машина для того, чтобы ездить на ней не как водитель, а как пассажир. Потому что тут огромное количество места. Это капитанские сидения со своим климат-контролем, со своими различными приколами, с люком, с сеточками. Все что угодно. Тут вот именно комфортная езда для пассажира заднего ряда. Но при этом тут еще хотелось бы отметить вместительность. То есть, можно еще на дополнительном ряду садить еще троих компактных людей. А так, если нужно, то этот третий ряд можно сложить, убрать и поместить туда, допустим, не знаю, чемоданы, сумки. Все, что вам нужно. То есть, если мы сейчас посмотрим, если мы уберем эти задние сидения, если мы уберем этот третий ряд, то места для багажника станет очень много. Давайте посмотрим. То есть, вот в оригинале, вы видите, да, очень маленькая пространство для каких-то сумок, например, крупногабаритных. Подсветка еще 5%. Красивая, мне нравится. Так, а если же мы их сложим, третий ряд. Вот, мы складываем с помощью специальной кнопочки. То есть, вам не нужно даже никаких усилий к этому прикладывать. Вы просто держите кнопочку, и у вас все автоматически красивенько складывается. И тут уже прям спать даже можно. И точно так же в обратную сторону. То есть, мы нажимаем просто кнопочку, и все сидения у нас красивенько поднимаются. Теперь давайте посмотрим каллиграфы чуть постарше 2022 года. Различие в том, что это не полный привод, а всего лишь 2ВД, 2.2 дизель. Машина на вас едет. И так, каллиграфы 2022 год, дизель 2.2, 2ВД. И давайте посмотрим. Ах, да, по цене. По цене на корейском рынке поддержанных автомобилей такую машину нужно купить за 35 тысяч долларов с пробегом 37 тысяч километров. Давайте посмотрим, что там внутри. Черная кожа. У нас тут немножечко другая отделка. Давайте заведем, послушаем. Тут даже меньше пробег. Тут пробег 33 тысячи 379 километров. Тут все так же у нас есть. Камеры поворота. Одна, вторая. 360-й задняя. Парктроники. Даже есть вот такая вот моделька. Можно посмотреть, присмотреться, куда вам нужно парковаться. Навигация, климат-контроль. Ну, тут, кстати, черная панелька. Тоже все кожа. Автохолд. USB-шки. Что по двери, то тут у нас такая вот серебряная отделка. Также здесь у нас кожа. Наша неизменная аудиосистема КРЭЛ. И память сидений на два человека. Смотрите, у нас тут даже в потолке есть кондиционеры. Лампочки. Мягкая крыша. Наверное, еще даже есть шторки. Да, даже шторки есть. Подстаканники. Свой климат-контроль. И 12 вольт зарядка. Тут, кстати, еще куча палисадов. Выбирайте, какой он. Что сказать вам? Даже я со своим ростом метр пятьдесят чувствую себя как в клетке, конечно. Третий ряд. Это только так. Для пассажиров, которых вы не любите, их возможно тут повозить. Ну, тут также есть подстаканники, зарядки ТЭПСИ. Можно что-то порегулировать. Можно даже есть подогрев сидений третьего ряда. Можно еще поиздеваться над передним пассажиром, нажать на кнопочку, и оно просто сложится спереди сидения. Ну, как раз таки, если вы тоже их не любите. Так, также у нас тут в крыше кондиционер. Теперь давайте взглянем на старшего брата того палисада, что мы смотрели. Это палиса 2021 года. Он поколением постарше. Но, тем не менее, он также хорош. Тут у нас представлена модель 2.2 дизель. Семь мест 2021 года. И пробег тут около 23 тысяч километров. Что касается цены на этот автомобиль, то она, конечно, выйдет немножко подешевле. Тридцать одна тысяча долларов без учета доставки. Продолжение следует... Могу убедить вас в том, что любой палисад, какой вы не захотели, или любую другую машину другой марки, мы можем найти. Для этого вам просто нужно посмотреть в описании. Там вы сможете найти контакты нашего менеджера по продажам Яны. И просто написать ей в WhatsApp. Хочу заметить главное внешнее отличие. Это вот эта вот решетка. То есть у палисады 2023 года она смотрится гораздо крупнее и массивнее. Тут же она сделана в более спокойном стиле. Тут у нас черная кожа. Все по классике. Давайте заведем машину. Все, у нас тут автодоводчики, все, все красивенько машина. Сиденька сама подъехала, когда садишься, заводишь машину. В этой машине люков у нас нет, но при этом у нас 7 мест. Только вот хочу заметить, что тут отделка немножко другая. Тут у нас идет кожа и пластик. Один общий экран, электроника, все как нужно. Также кнопочное управление коробки передач. Четыре вида вождения. Также три вида покрытия дороги. Климат-контроль, обдув, подогрев сидений, подогрев руля. Парковка, автохолл, ключики вот такие у нас. Тут все по классике. Тут такой красивый металлик. Очень много места. Тут у нас обычное зеркало. Вы можете видеть не супер навороченная камера вместо зеркала заднего вида, а обычное зеркало. Тут есть дополнительные корейские наворочки, типа автооплаты. И также видеорегистратор идет в подарок. По пробегу, как я и говорила, 23239 километров. Мультируль. Кожа. Хочу отметить вот эти вот кнопочки. Что их дизайн. Камера заднего вида, 360. Ну и, конечно, камеры поворота. То есть при включении поворотников правого-левого включается камера слепых зон. Ну, что сказать, задние сидения, конечно, все, как всегда, с комфортом. Можно просто развалиться. Капитанские сидения второго ряда. Климат-контроль. И просто поспать. На дверях у нас также отделка кожей, динамики, система Крэл, подстаканники. Все как положено. Для задних сидений также есть свой климат-контроль. Можно еще поиграться, поуправлять передним сидением. USB-шки. 12 вольт разъем. Ну и, собственно, вот третий ряд. Так, с вами были Санкар. Спасибо большое, что посмотрели. Не забывайте, если вам кто-то в углу есть, то просто напишите нам все контакты и все в описании. Санкар.